Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня мы расскажем вам, что же происходило с одной из самых любимых актрис миллионов. И кто же это у нас? Правильно, это Марлена Фавелла. Женщина красивая, харизматичная и талантливая. Хотя это кому как. На вкус и цвет фломастеры, как известно, разные. Итак, после съемок в очень средней новелле «Корасон Апассиандо», которая прошла по экранам, как дождь косой, то есть практически незаметно, Марлена вернулась в родную страну. Она заявила, что очень хочет работать на телевизии и стала ходить на кастинги. Но это понятное желание. Ее молодой бойфренд Гай Давидян работы не имел. И парочка снимала скромную квартирку и питалась чуть ли не в Макдональдсе. И это же ужас какой-то. Макдональдс, пицца на дом. И это Марлена, которая привыкла к роскошной жизни в огромной квартире и к подаркам в виде бриллиантовых булыжников от своего прежнего покровителя. Вот же какие фокусы выделывает жизнь. От полного обеспечения до необходимости мужика содержать. Ну а Гай решил стать актером и пошел учиться в драматическую школу при телевизии. Вот вам и разворот. От сенатора до студента. Хотя, любовь штука такая. Полюбишь и бывшую модель. Короче говоря, Марлена стала искать работу и давать интервью, где говорила, что она счастлива вернуться на телевизор и все такое. И даже пошли слухи, что ей сделали несколько предложений. Одно из них якобы было в новеллу Хуана Ассорио, где главная мужская роль должна была быть у Фернандо Колунги. Но про Марлена это были только слухи. Может, оно и хорошо. Новеллка получилась не ахти. А потом Марлена принялась усиленно учить английский язык, так как собирается сыграть в каком-то голливудском фильме. Ну, может, не совсем голливудском. Или совсем не голливудском и вовсе не в фильме. В любом случае, английский ей пригодился. Потому что она покинула Мексику и уехала в Майами, где с ней приключилось настоящее несчастье. Марлена чуть не умерла от инсульта. Почувствовала тошноту, головокружение. Сначала решила, что отравилась морепродуктами. Ее счастье, что она оказалась женщиной умной и не стала надеяться, что все рассосется сама. А вовремя обратилась за помощью. Оказалось, у нее было кровоизлияние в мозг. И она могла бы просто умереть. Операцию сделали очень срочно. Но вот откуда в таком молодом возрасте такие болезни, остается вопросом. Предполагаем, что Марлена просто перетрудилась, снявшись в двух новеллах подряд. Да и еще всякие другие заботы. Интересно, а где же был ее кавалер? Похоже, что в Майами она была совсем одна. А тем временем, новая новелла канала Телемунда «Лицо мести» осталась без одной из главных героинь. Новелла сортовала с довольно маленькими рейтингами. И главная героиня, которую играла Элизабет Гутеррес, покинула этот тонущий корабль, помахав всем ручкой. Но святое место пусто не бывает. И Элизабет заменили на не менее роскошную женщину. И, конечно же, это была Марлена Фавелла. А ведь она хотела в Голливуд. Даже язык учить начала. В результате Марлена подписала с Телемунда эксклюзивный контракт и стала усиленно сниматься в роли биполярной особы. Многие уверены, что это ее лучшая роль. Но, может быть, и так. С возрастом мастерство может расти, если есть хотя бы зерно таланта. Жаль, что имя Марлена не помогло ей сделать из лица мести рейтинговый сериал. Но будем надеяться, что следующая работа будет более успешной. А работа будет наверняка. Потому что сама Марлена сказала, что уже имеет проект, но хочет немного отдохнуть. И правильно. Не стоит так часто мелькать на экранах. Зрителю может стать скучно. Хотя появились очень сомнительные слухи про новый проект с Марленой, Майто Перроне и Жан-Карло Санканелой. Сдается нам, что это полная чушь. А что же в личной жизни? Да, вроде все в порядке. Марлена и Гай съездили в Париж и потом посетили его родную страну Израиль, где Марлена познакомилась с родителями Гая и дала массу интервью. Забавно, но Гай возил в Израиль и свою прежнюю невесту Маргариту Муньос. Очень хороший мальчик. Как женщину заведет, так сразу с родителями и знакомит. Кстати, Маргарита слез не льет по прошедшей любви. Она взяла и вышла замуж за Мишеля Брауна. Вот так вот. Перефразируя известную песню, можем сказать, если к другой уходит жених, то неизвестно, кому повезло. А повезло или нет, посмотрим, чем закончится этот сериал. На сегодня это все. До новых встреч!